я вас приветствую дорогие друзья дорогие любители и поклонники стратегии на канале бляр тиви я хотел вам показать сегодня замечательную игру которая уже ранее была на этом канале но долгое время я не выпускал потому что просто люди не смотрят не оценивают не интересно никому но я не забил на эту игру я в ней играет дальше эта игра называется меха белом и тут вышел новый режим режим ффа скажет сам за себя мне он показался очень интересным и я сейчас в этой игре играю только этот режим у меня есть что вам показать я буду аккуратненько стараться вам объяснять кто впервые видят эту игру что это за игра а те кто знает эту игру я постараюсь вам адекватно объяснить правила этого режима фуфа вкратце дорогие друзья кто впервые видят эту игру эта игра авто батлер то есть вы выбираете юниты ставить эти юниты юниты идут воевать этот прям вкратце все не за проще просто некуда и как видите со старта игроки выбирают себе стартовый набор юнитов генералов специализация допустим воздушный из песи то есть воздушные юниты будут у человека дешевле и немножко сильнее но и стартовый набор юнитов это я бляр тиви под красным цветом около вышек этих красным цвета это я хп у генитов красное будет это тоже я слева соперник зеленый цвет под никнеймом сеттикус дальше над ним идет соперник под никнеймом али стрим это синий перц и справа соперник под дорожным центром калиоп крации этой фашки в общем у так если смотрите ребят все как в обычной катке один на один два на два но есть нюанс по бокам везде соперники по центру расположен бот для чего вообще нужен этот бот бот будет нападать в разные стороны на всех выбивая юниты бота мы будем получать денежку кредиты за потом эти кредиты мы будем покупать естественно себе юнитов все логично все просто выбивая также вот эти ботские вышки мы тоже за это получаем кредиты игрок который будет идти по очкам на первом месте на него будут нападать боты более жесткие и кстати распределение очков здесь победа считается набрал 5000 очков или за 10 раундов набрал больше всех очков то ты занимаешь первое место рейтинг тут дают и за второе тоже могут дать рейтинг и за третье место могут дать маленький рейтинг за четверто ты по-любому уйдешь минус я кстати и за третье место тоже уходил бывало минус надо в идеале занимать первые вторые здесь места лучше конечно первое ну все пошла атака мой стартовый набор юнитов этот эти стальные шары также дуговые фонари это на старте выбирал и как же без мяса без гусениц без гусеничных машин без них никуда это не отлем неотъемлемая часть игрового процесса если вы хотите побеждать нужно их использовать слева у челика танки плюс найпера мы видим сверху там у синего ну он кстати почти разбит или не разбит нет не разбит у него есть осы танки и справа у чела остаются танки грызем вышки мы видим вот справа желтым это как раз начисление кредитов кто сколько убил ботов кто сколько больше ботом нанес урона убил выше кто ты получает кредит вот зеленый уже 250 себе набрал кредитов я набрал 110 пока игру не мотаю стараюсь вкратце объяснить зрители которые только вот увидели эту игру опять же надеюсь что более-менее все становится понятным здесь игрок здесь игрок сверху и справа у каждого свой набор юнитов у всех юниты они в принципе одинаковые то есть вы выбираете просто какими вы хотите играть и после каждого раунда будут выпадать карточки карточки с какими-то способностями или опять же новыми юнитами то есть вы можете себе на вооружение взять бесплатно или за копейки какие-то юниты которые будут предложены или карточку допустим на усиление боевой мощи там на броню на щит еще что-нибудь всякие разные карточки на скорость на атаку и также вот вышки каждого игрока вот здесь их тоже можно качать там можно брать кредит на 200 можно силу броню тоже качать то есть в этой игре в этом плане очень много механик вам не нужно ничего контролить нужно думать вот пошел выбор карточек уже на второй раунд точку плавления наверное получится один отряд то есть это уже выбор юнитов идет я беру два хакера но я по дефолту беру всегда хакеров они очень хорошо помогают я сейчас объясню чем эти хакеры этот юнит будет помогать а все берут точки плавления точки плавления тут этот юнит большой который действует на дальнюю дистанцию вот так вот в упор не знаю зачем оставить я беру хакеров они перехватывают вражеские юниты и польза в том что когда они перехватывают какой-то вражеский юнит юниты соперника агресса на этот юнит они бьют по мне такая мелкая но вот приятный бонус я также вешаю мины слева игрок играет очень агрессивно в пуш напротив бота и вот как мы видим первый раунд там забрал зеленый и как раз таки бот на него пожёстче начинает тут обращать внимание то сразу пуш идет с носорогами вот так сказать новые по фашные юниты тайфуны также не в карточках выпадают можно ими играть я просто дал две мины убил артиллерию и для меня это очень хорошо осталось дело за малым также у меня появляются фениксы у меня есть в этой игры несколько стратегий которые люблю играть фуфа это воздух преимущественно фениксы также мне очень нравится играть снайперы и крепости естественно с апами то есть на крепость дать апа апы это пехотинцы вот которыми с ней будут выходить то есть крепость шагать выход пехотинцы дефают и помогают это очень полезно тем поэтому свои некоторые стратегии избрал у меня винрейт фа четвертых очень мало мест наверное 1 1 4 место занял все остальное у меня первое второе место в основном бывает третье место то есть я из 20 игр 8 занял первое место ну вроде как неплохо да там центр жертвышку у меня остались только мсти только фениксы на них как раз таки апгрейды у меня есть на будущее увеличение дальности квантовая сборка электромагнитный выстрел и энергетический щит все это будем потихоньку делать но игрок под зеленым цветом тут кстати по хп можно различать у кого красный хп это красный то есть я зеленый хп то есть зеленый игрок если бот выигрывает катку никому очки не дают сразу груза ранее такое бывает что с ботами не справляются которые в центре он всех выносит да и зеленый сейчас будет по всей видимости еще лутать а нет слушайте там синий но у него только оса остались у синего справится ли сейчас зеленый думаю что справится очень маленький дамаг дают здесь точка плавления и у нее очень жирное хп плюс есть два снайпера зеленый еще забирает очки ребята как как вообще начисляются очки вот остаются юниты по стоимости этот юнит стоит 400 и у нас получит 500 очков сверху даже чуть больше видать что-то еще было короче сколько юнит стоит столько за выживший юнит тебе добавляют очки так следующий выбор карточек о все берут субсидированы гусеницы машина гусеничные машинки то те их можно бесплатно теперь апать уровень я просто пропустил нижней какого смысла там что-либо брать мое мнение мое решение кто как хочет тот так и играет справа кстати у оранжевого челика появились оверлорды повелители это очень мощные воздушные артиллерийские такие вот судно и его кстати сейчас будут будут пушить носорогами сверху будут пушить носороги плюс снайпера но тут очень много кстати мелочи видео с вообще играть от оверами если в играх один на один я раньше когда играл было очень даже выгодно здесь фуфа ну не знаю настолько миксу всех разные тут на самом деле столько доля рандома но я вот для себя некоторые стратегии избрал в которых ну точно не занимаясь четвертое место не знаю я прямо уже к этому привык что четвертое место я тут не занимаю есть несколько у меня накидан экстрат одна вот из них сейчас на экране я добавляю еще там фениксов то есть хочу прям отыграть фениксами хорош на них есть апгрейды слева на зеленого он идет на первом месте на него посылается такой жесткий экран эксперимент с вулканом б это только ффа есть такие юниты ну и насколько он с этим сейчас вулкана будут справляться интересно у нас тут по мелочи мы должны вытягивать а вот этот вулкан сейчас нажигает у стайпера у него есть с дальностью там правда еще осы у этого вулкана спамятся вот его способности есть но постепенно будет сам по себе хп терять написано сам уничтожаться через 40 секунд будет терять два процента здоровья там какое-то время какое секунду да и учили к слева есть проблема у меня опять же фениксы они все живые хакер перехватил соблезуба который с ремонтом ботский то есть юниты бота теперь играют на меня это очень приятно но и разбивается все таки слева этот огромный вулкан опять же вот как работает хакер дорогие друзья можно вот такие эпичные сцены включать от лица юнитов все смотреть полная разруха война полным ходом мы забрали эту точку плавления и убили ну и в этом раунде кажется игра за мной я буду вторым человеком который в этой катке сейчас заберет раунд напоминаю что либо играется 10 раундов и кто сколько очков набьет либо кто первый добирается до 5000 очков тот и победил правило здесь для победы очень простыми ну и соответственно у кого какого-то очков тот на таком месте будет ну блин конечно . плавления синего тут дофига убило фениксов то есть меньше получу очков могу больше там еще остаются фонарь но это очень не мои юнит это ботски за них тоже дадут очки они все-таки за меня сейчас играю да и нам дают 385 очков мы переходим на второе место от зеленого окей так пошел выбор карточек я беру зажигательную бомбу с этикус тоже беру зажигательную бомбу так а коли об и али стрим али стрим штурмовые клыков это карточка на клыков как раз таки атака клыка увеличена 40 скорость продвижения увеличена на дальность ниже 15 я тоже как-то брал такую карточку блин не знаю если прям хочешь играть клыками клыками то синий да взял вот он сверху погоди да это синий взял но у него ни одного клыка нету а он сейчас будет нет это гусь это гусеничная техника погоди зачем взял на клыков карточки не очень понимаю ладно на меня пошел здесь пуш носорогом я добавляю еще стальные шары немножко так спостремался два пуша и дал дальность на феникс они теперь бьют дальше у них дальность стрельбы 160 метров то есть на 40 увеличивается до этого значит была 120 слева это кстати я вроде бы скидал на чувака слева свою бомбу на палмову еще кто-то скинул ну потому что он лидер мы начинаем немножко закидывать он кстати остерегается что что-то дают ему в тыл поэтому дает минки туда в тыл но у него прям очень плотно здесь все с ботом прям раш на раш тому бота артиллерия пошли бомба лейла делать по зеленому у него горят юниты у меня тут в целом ну нет каких-то больших проблем вроде бы справляемся главное чтобы а даже одного перехватили главное чтобы до вышки не дошел и не до вышки никто не дошел все хорошо справа но вот там третий овер появляется но вот фениксов очень много сделал и блин да уверами тяжело драться сверху синий который брал на клыков карточку ну клыками вообще не играет он играет кстати призраками такими летающими тарелками тоже воздушный юнит и ну кстати овер уходят вниз там вот был им путь обозначен еще изначально но сарм по жопке один получает слева чел который идет лидером огонек им очень сильно все подпортил но я кстати здесь имею шанс чтобы забрать этот раунд номер 4 хотя нет мне кажется синий заберет у него еще и две точки плавления у него есть эти призраки там танки есть осы очень много всего и это будет не перебить хотя бы надо попытаться побольше юнитов уничтожить чтобы он не получил сверх много очков вообще в этом режиме я не планирую занимать там в первые половину матча первые места потому что ну самые жесткие боты будут идти на тебя зачем надо вот 8 9 раунд там можно до пытаться вырываться на первые места то есть нет смысла там со старта делать какие-то юниты которые сейчас поменяют расклад матчей ты за счет этих юнитов возьмешь пусть в будущем ты будешь все равно проигрывать и есть смысл просто подготовиться к будущему в принципе что я и делаю я беру какие-то простенькие юниты просто их качаю они там на старте простенькие ими сложно может быть победить но зато потом когда они вкачиваются к восьмому девятому раунду это уже очень сильные юниты то есть у меня тут именно такой идет такая тактика тайфуны выпали карточка беру три тайфуна это анти эйр вообще хороший очень юнит кстати сетикус тоже берет зеленый вот слева от меня который тайфунов вулканов кто-то взял то что взял вулканов так покажут здесь не покажет я так понимаю синий взял вулканов а нет вулканов взял как раз таки справа чел оранжевый но он еще дает овера и он дает также увером материнский корабль он уже был есть кстати джон драйв если он сделает этот апгрейд то может у вера куда угодно перемещать есть ребята также небольшой нюанс вот видите вот этот черта есть вот эти квадраты в них тоже можно рассылать свои юниты то есть можно соперников атаковать и пока эти никто не пользуется я добавляю апгрейды это электромагнитный выстрел что дает электромагнитный выстрел если вы стреляете по юниту у которого есть какие-либо способности они у него отключаются эти способности поэтому апгрейд очень важный ну и плюс квантовая сборка теперь когда мой феникс погибнет он сможет переродиться тоже очень важный момент если кстати по мне выстрелит электромагнитным выстрелом он перерождаться не будет эта способность просто обрубится на меня пошел пошла военная фабрика жестко ну вроде без памов просто военная фабрика это юнит который еще может воспроизводить юниты вот но я по нему бью правда чуть не очень удачно получается мне рубят слева вышку когда вырубают вышку вы там секунд на 30 становитесь в два раза торможен и челик который справа играет от меня через указатель мобильный маяк посылает свои оверы враж на мою базу и меня просто сметают тут разом офигеть а для зеленого шанс взять еще больше поинтов ну кстати синий сейчас на первом месте за счет прошлого раунда да у него очень много винтов осталось он вышел на первое место меня смели в пух и в прах но я особо не огорчаюсь у меня идет подготовка к последним раундом я не верю что сейчас кто-то возьмет он уберет 5000 очков и победит просто в это не верю ну кстати говоря я еще в игре это мои фениксы они переродились как я и сказал но сильно конечно это не спасает для меня ситуацию хотя бы там оверок забрал уже хорошо они шкачаются юниты то есть уровень повышается видите четвертый уровень феникс я буду пятому делать шестым потом буду делать то есть очень важно убивать вражеские юниты опыт юнита повышается и вы можете качать уровень юнита с уровнем у него повышается хп и боевая мощь все очень просто до выбивают эти овера кстати бот а сейчас бот может победить и очки никому не достанутся в такие ситуации я всегда болею за бота чтобы пацанам не доставались очки потому что если побеждает вот который в центральный был никто ничего не получает и никто не отрывается просто у меня всего 385 а у лидера уже 1757 ну как бы ситуация такая далековато до него далековато и не хочется чтобы синий победил он и не победит у него остается последний юнит там снайперы они должны добивать эту точку плавления и никто ничего не получает совершенно верно так и получилось что ж на подходе шестой раунд половину мы катки уже прошли это как минимум идем дальше выбор карточек нападение носорога это сброс воздуха носорога еще один чел взял носорога сброс можно в центр сбрасывать на вышкин там сейчас не будет выше к нам большие очень юниты пошли это просто пропускать также носорогов можно сбрасывать в тыл к своим оппонентам к любому даже к верхнему в этом-то и прикол здесь играть фуфа в том что всегда заподлянка знаете я после время как игра я беру какие-то повышения ни на кого не использую жду когда будет использовать на меня я смотрю кто на меня использует на следующий раунд юзу на него это повышение и месть она такая всегда сладкая получается да я качаю уровни своим фениксом у меня уже есть феникс 5 левел а также хакеров подкачиваю чтобы они быстрее захватывали вражеские юниты слева щиты точки плавления у челика тут что у него мустанги но не тыл пустой и вот кстати сброс носорога это мой носорог тут все в минах долгом будет вот эти ребята пойдут к лидеру пока катки вот лидер катки у него очень много воздуха ну он преимущество играет воздухом справа чел со своими конечно повелителями я там взял вышки рекрута элитные 2 уровня юнит и сюда поставил потому что ну блин вот это вот фигня безобразие полное нужно как-то с этим драться если сейчас на меня опять придет маяк но в другую сторону отсылает маяк то есть можно каждый раунд о на меня ракету сбрасывают но не очень много смысла у меня добавились щиты на фениксы теперь у фениксов двойное хп сейчас 1 хп снимется броня останется двойной а так она и получилась ничего страшного ну что ж пошла атака с ботом война у него кстати хакеры ай-яй-яй неприятно хакеры забирают потихоньку мои юниты приходится по ним бить на них отвлекаться слева здесь кстати пошел носорог ну пошел ни туда не на вышку а стоп его перехватили это зеленый носорог а или он сбросил стоп и тут своего носорога что ли сбросил я думал что это я носорога сбросил и кстати в каске так думал офигеть я еще думаю куда он пошел не рты его носорог может быть моего просто убили я просто помню что сбрасывал вроде бы как его до оверов много справа но нас много фениксов там правда овера с осами с апгрейдом но и он война тут классическая и с левым и с правым чуваком то есть армия делится на две армии поэтому нужно и левый правый фланг усиливать соответственно когда играешь до слева мучело перебиваем вроде бы как справа овера просто убежали по мобильному маяку но сейчас вернуться и вернуться не одни с осами а осцы фениксы ну очень долго будет перебивать зато если сейчас по оверам шмальнет снаряд они уже не смогут видите замораживаться способности потому что у меня есть что электромагнитный выстрел и таким образом мы сбриваем несколько оверов слева там вот перерождаются мои фениксы визуально это видно но мне кажется сейчас а нет нормально справились ну и по всей видимости оранжевый сейчас будут лутать свои первые очки у него просто ноль на счету он еще ни одного раунда не взял хотя у меня возродились фениксы их очень много и 5 левела из фениксы а здесь ушли но сейчас вышку мои убьют и мои фениксы будут хуже да нет слушай наверное я забираю хух не забираем ребят я думал что сейчас будут оранжевый забирать но фениксами исправляются это одна из первых тактик которые начал играть в этой игре фениксами мне феникс очень нравится но потом если вам понравится ролик напишите об этом в комментарии я выпущу еще ролик у меня есть еще тактика очень интересная она связана со снайперами и иди такой из крепость гигант вот но сейчас я больше играю через гигантов через крепости как-то вот фашки они прям хорошо очень заходят не знаю ну феникс тоже подыгрываю каш периодически пытаюсь одинаково не играть что было интересно не всегда получается побеждать но все же как я и говорю что четвертые места я очень редко здесь занимаю с моими страдками кстати берут носорогов 9 левела карточка выпадает вот кстати от меня падают и я взял крепости а значит в чем прикол я она я взял карточку на две крепости значит в чем прикол когда падают есть вариант взять носорогов я их ставлю вот сюда раз носорог два три делаем апгрейд то есть вот носорог этот юнит есть апгрейд на финальный блиц и когда носороги тут на соперника соперник на меня они теряют все хп взрываются взрывает все юниты я не знаю почему другие игроки это не используют мне много раз эта фигня помогала когда я играл я так легко убивал бота ну и дал на крепости просто щит для того чтобы юниты на старте некоторые были под щитом то есть тут я не буду прям играть фул какую-то страту крепости потому что уже поздно уже седьмой раунд и моя стратегия феникса тут очень важно понимать если ты уже идешь там на каких-то финальных раундах нет смысла добавлять новые юниты и пытаться ими выигрывать ты должен выигрывать тем что ты уже накачал по-другому никак единственно ты можешь помочь этим юнитом добавить какое-то мясо добавить дополнительные какие-то апгрейды юниты которые будут этих ребят прикрывать но твоя основа это то чем ты уже играешь нет смысла играть юнитами первого левела и полагаться что ты ими победишь поэтому здесь ну конечно мне только если вот саппорте феникс смотрите что делает засранец под диктаймом колео оранжевый справа флангу он опять на меня через мобильный маяк посылает свои дурацкие оверлордами то помню жопа так подожглась конкретно слева слева челик прет на вышку сразу кредиты лутаются взглянул 600 кредитов плюсом просто жесть я иду пока на третьем месте в этой ффа но и эти оверы конечно полное безобразие как у них в тыл посылает это капец полный и мои вышки сейчас просто без защиты я потеряю вышку мои войска встанут на половину будет дикий ужас хакер очень долго перехватывает носорога да там у него слишком высокий левел быстро не получилось бы ну и меня зажимает с двух сторон конечно эти оверы подарок второй раз этот щел меня этой стратегии берет на меня посылает свои овер через мобильный маяк второй раз засранец это делает кто захочет поиграть в эту игру ребят здесь режимы и один на один и два на два это новый режим по так что кому-то нравится одно кому другое ну мне больше нравится по приколу полное мясо все со всеми дерутся это очень классно поэтому я играю этот режим и по ощущениям сейчас оранжевый будет брать свои первые очки так что там сверху но там сверху 6 армия зеленого пусть она у зеленого нету зеленого очень много армии я думаю что зеленый будет брать скорее всего очки навряд ли оранжевый сейчас там еще такая армия просто придет это все синего до зеленого очень много армии еще сейчас часть оверов убьет плюс там сверху еще точки есть хотя увер могут и здесь не справиться там часть армии синего подходят синие хп точки плавления еще получили апгрейд на рассеяние энергия не дает меньше дамаг но зато куча лучей может несколько сразу юнитов бить ну да забирает забирает зеленый и сколько же он получит очков вот если сейчас он ему этого хватит на 5000 он победит так 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 3660 ладно еще есть шансы сейчас будет 8 раунд остался 8 9 10 я беру ионный взрыв это берет spc с дальним диапазоном юниты дальше начинают стрелять на 10 но я понимаю что если сейчас не останавливать зеленого то мы все дружненько проиграем без борьбы уже поэтому беру этот ионный взрыв повышение это лучше как в генералах есть молекулярная пушка это ребята такая аналогия тоже молекулярная пушка на сейчас будет бить и оранжевый также берет с этим моя прожарочка а 100 а точно мы же вспоминаем нюанс что мне очень сильно припекло чувака справа я такой да все сволочь вот уже качество его мира да мной сейчас владеют эмоции мне пофигу на зеленого вообще и этот же чел на меня выпускает вы посмотрите как мы с ним здесь конфликтуем хотя вот насколько мы играем нелогично я иду на третьем месте он на четвертом и мы друг друга объем но возможно у него типа мысль дайте лучше буду третьим и не четвертым он еще убирает своего веры у меня в никуда идет повышение потому на рассчитываю что если будет третьим хотя бы там ммр у него не снимут ну хз блин чел вообще максимально меня взбесил он еще просто уходит моих повышений ага он сейчас уйдет от повышений один хер на меня идет то есть челик прям вот так вот у меня накипало накипало а слева лидеру спокойно дают играть никто не мешает сверху там ну это вот они между собой кстати синий зеленый друг на друга бросают пруд на лидера здесь экспериментальные тайфуны мне кажется должен без проблем убивать но вот мой огонечек работает мелочь поджигается так что у нас справа я естественно там ножок мимо по мне ножки тоже преимущественно мимо то есть мы оба косы но опять же зайдет на мою вышку и блин плохо все борьба за уничтожение плюс 20 получаю кредитов за убийство этой вышки зеленый там капец деньги лутают лютые потому что он крутых ботов убивает здесь ну что ж хотя бы кстати овер не пошли на вышку или пойдут они забаятились на мои юниты которые ближе к центру но мне оверами конечно сейчас нечем бить этом нет у меня есть конечно феникса перерождаются а есть тайфуны ну так плюс у меня есть у осы а перебьем ли оверов то много ну да ему вышку а там синий подходит о боже там подходит синий али стрим и мне кажется что оранжевый что я просто сейчас в жопке полный мы так с ним зафайтились но в итоге не узнаем кто сильнее потому что придет синий нас просто разбомбит вот и все и мне помешали ему помешали да так оно и есть так а выбегет ли синий а синего уже и зеленого снес ну что это ребят этот пацанчик еще выйдет на первое место главное чтобы он сейчас не закончил досрочно с 5000 очками шанс есть у него очень много тяжелых юнитов за которые дают очки у меня еще сражается группировка фениксов до последнего просто бьются парни нет все чат но все чат но бам 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 о 4 377 у него очков жесть так предпоследний раунд я беру военную фабрику это часть моего плана все берут дело в том что здесь зачастую падают одни те же карточки которые можно брать по юнитам я это запомнил когда играл в сибирт военной фабрике а у меня есть фениксы с апгрейдом а это что значит я беру одну военную фабрику мне открывается вторая военная фабрика я ее покупаю беру производство фениксов и у меня ребята становится еще больше фениксов вот в чем мой план и ставлю мобильный маяк до этих фабрик чтобы они вот туда сюда катались вперед не шли что ж такой мой план банан я уже мин насылал я думаю блин оранжевый реально задолбал и оранжевый увел оверов наверх неужели его план в этот раз не пойти бить меня он все еще на четвертом месте я на третьем знаете в этот момент мне казалось блин хотя бы третью позицию сохранить и не потерять много ммр потому что елы-палы там типов уже догнать нереально вы посмотрите только какая количество какое какая разница в очках чел уже почти по очкам все я только начал нифига не меняется и сейчас синий просто еще берет каточку вот этот девятый раунд и до свидания он победил так чтобы делать а просто по центру просто пациент опять на меня ну вот засранец какой а оранжевый колево у него реально цель задеть третье место он думает блин дайте мне хотя бы убить он тут точно меня ракета посылает дайте хотя бы я красного убью я красный и займу третье место но братан знай бляр тиви не сдается не я играю до конца да там пошел замес жесткие роботы колено не называется пошли на синего ведь он лидер группы но там вообще пофигу пофигу этому синему алистриму мочит эти колена плюс там еще слева подходит зеленый мочит ой а у нас файты с оранжевым кстати у меня справа как-то мало юнит у меня все юниты налево куда-то пошли да так оно и есть да не ну вообще есть шанс тут пофайтится там есть феникс сейчас будут перерождаться к ним еще феникса дополнительно блин проблема только в остах плюс гарим там вулкан дурацкий ну фабрика работает там еще феникс из фабрики выходят бесконечный спам посмотрите сколько у меня фениксов мне кажется я не справляюсь дорогие друзья а сверху кстати зеленый синего уничтожает интересно заберет ли кали об свои первые очки в этом матче в предпоследнем раунде просто я сейчас думаю этими фениксами бам смогу еще немножко подзабрать у синего армию и скорее всего вот этот пачка оверов придет и все это сломает но это так мои догадки я честно уже не помню что было в этой катке до нас сыграна была где-то вот ролик выйдет ага ну для вас две недели назад была эта катка сыграна и я не особо просто помню какая тут хронология событий да пошли овер налево кстати на меня сразу же там завод производит тоже фениксов у синего но синему чуть-чуть очков набрать вот пару юнитов играет и все он побеждает здесь синему совсем чуть-чуть поэтому здесь надо сидеть толпой болеть за оранжевый или для нас матч закончится так хотя бы час последний раз последний раунд последний шанс хотя бы мне пробраться не знаю ну или сохранить с собой третье место или хотя бы на второй попытаться вырваться про первое то я вообще молчу там слишком дофига разница очков а меня сносит как этого ну слушайте есть проблемы но овер красавчики они справляются о просто шикарная колеоп как бы я тебя тут не ругал за то что меня мочишь постоянно но ты нам всем оставляешь шанс ну кроме синего еще пободаться на последний раунд так что красавчик колеоп сколько бы ты меня там не морочил но ты красавчик у нас есть еще шансы но зато я ухожу на четвертую строчку ребята перед последним раундом сейчас явно оранжевый меня по очкам обгонит у него очень много оверов 1 2 3 4 5 6 ну 4 400 на 6 умножить получаем количество очков плюс еще там две осы до 1 2 3 4 5 6 и у нее 2 400 офигеть как я отстаю от всех просто офигеть как я отстаю от всех я беру старший офицер по вопросам обороны да чтобы увеличение хп все взяли кроме одного ну что ж дорогие друзья во все тяжкие вы обязаны это увидеть если даже вы только от потали концу это будет эпик вкратце я иду на последнем месте вот мой набор юнитов набор юнитов зеленого на втором месте набор юнитов синего на первом месте и набор юнитов оранжевого он на третьем месте куда пропадает оверы а вот куда пропадает оверы то есть оранжевый который мурыжил меня всю катку он хочет занять второе место он Он посылает всех своих оверов в одно неприятное место. Ну ладно, в точку G к зеленому. Господи, что творит этот парень? Какие открываются для меня шансы? Во-первых, справа все свободно, мы выиграем. Слева, скорее всего, выиграем, потому что сейчас тут будет за место. Я туда просто ворвусь добрать. И вопрос уже по-синему. Для него тоже сейчас будет все свободно. Но на первое место, конечно, рассчитывать я тут... Ну, навряд ли мне столько очков хватит. Это надо, чтобы и заводы выживали. За них по 600 очков дают. Ну, короче, слишком нереально, как будто бы. Надо, чтобы у меня выживали заводы, точка, крепости. За них просто много очков дают. 400, 400, 400, 600, 600. Ну и побольше, чтобы фениксов выжило. Вообще, как будто бы это реально, но это, капец, нереально. Так, ну поехали слева, ребята. Что ж, какую грязь творит этот Калиоп. Какую грязь. Он меня обошел по очкам. Списал меня со щитов. И такой, окей, мы пойдем теперь на Сетикуса. И будем его обгонять. Вот он, план банан Калиопа. Но я с этим не согласен, ребята. Я штурмую Калиопа. Он ничего не оставил в драке против меня. Поэтому у меня справа юниты сохраняются. И я иду драться налево. Туда, где файт. Офигеть, там оверов живых осталось. Но я на такое не рассчитывал. А чем же перебивать эти оверы? Так, ну тут в тиски взяли зеленого. Как будто бы я сейчас работаю по плану оранжевого. Помогаю ему выбивать зеленого. Но сам оранжевый выживет ли? Я ему вышки справа снес. У него юниты сейчас наполовину просто не рабочие. Нет, все, он пережил этот момент. Но драка продолжается. У меня подтягиваются сюда фениксы. Наверх, кстати, там зеленый... Ааа, прикиньте, синего бот уничтожил. Офигеть. Это, дорогие друзья, для меня шикарный шанс сейчас. Хотя бы даже вот на второе место выйти. Офигеть. Нам надо перебить это колено дурацкое. Оно вынесло синего. Там, наверное, несколько таких юнитов было. Штуки три. Как бот любит посылать. Ну что ж, у нас шансы. Мы как минимум сейчас этот раунд берем. Я думаю, как минимум мы обходим оранжевый. У него оверы все погибли. Осталась драка с зеленым. Тот последний юнит зеленый. И момент кульминации. Вот что у меня осталось. Заводы, точка. Кстати! У меня много крупных юнитов осталось. И пошло начисление очков. И я опережаю даже синего. Это первое место в этой ФФА. Вы прикиньте. У меня было 800 очков. Я шел в самой жопе. И занимаю первое место. Посмотрим на поле боя. Какая же разница? У меня 4388 очков по итогу. У синего 4377 на 11 очков. Я его опередил. Калиоп красава! Как бы он меня не душил. Как бы он не старался. Но он церкнуть четвертый. Но он красава. Он мне очень жестко помог. Он помог зеленым. Сам самоликвидировался просто. То есть он такую фигню сейчас отворил. Если бы он никуда нарипплся. Скорее всего он бы так и остался. Там третий или может второй занял бы. А так как он вот чел вообще креативный. И мне это позволило ребята вот с такой армией вырваться на первое место. И побить в этой ФФА. Да. Вот. Вот эти ребята шли на синего. Они его просто вынесли. Но у него тут онли воздух. Эти парни очень много апгрейдов. И они просто вынесли этот онли воздух. Синий тут сам себя закопал таким сетапом. Против вот такой штуки. И ребята. Ну вот на клочочек. На 11 поинтов. Мы побеждаем. Я надеюсь вам понравилась эта игра. Для тех кто вообще в курсе что это за игра. Сам реплей. Те кто впервые видят игру. Ну надеюсь вы что-то поняли ребята. Игра эта есть в стиме. И я в нее периодически катаю. Если хотите по ней больше роликов. То пишите об этом в комментарии. Я буду делать еще ролики. Я сейчас частенько играю в ФФА. Мне этот режим очень нравится. Чем-то генерала напоминает. И когда ты кажешь сам за себя. И все зависит не только от тебя. Но и от твоих оппонентов. Это очень классно. Что ж дорогие друзья. Оставляйте свои мнения в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу вконтакте. Дискорд канал. Телеграм канал. И про сайт дляртв.ру. А я с вами не прощаюсь. Продолжение следует.